Нельзя не учитывать, но я скажу, что даже вот бегло осмотреть историю, ну примерно так половина всех небожителей наших с вами современники. Вот так вот, удивительная история Царства Божьего. И сегодня особенное время, сегодня действительно время Великой Реформации. Есть деформация, то есть отступничество, отступление, а есть реформация, то бишь возрождение, восстановление. Действительно возрождение, на самом деле восстановление. Кстати, один из союзов православных обновленческих таких реформаторских союзов здесь в Москве, он так и назывался раньше, возрождение. Союз церковной возрождения. Это 1920-е годы еще, 20-е годы здесь в Москве. Центром этого союза был тогда, ну в центре прям, там где Гумцум я забыл как. А, Зайконоспасский монастырь, он сейчас снова возрождается. Зайконоспасский монастырь, и там был тогда архиепископ Антонин Грановский. Он был до самой своей кончины, в 1927 он ушел в Вечность, до 1927 года он был лидером этого союза. Он так и назывался, союз церковной возрождения. Удивительно, конечно, потому что, в принципе, реформация это не новое, это хорошо забытое старое. Это возрождение того, что было просто растеряно. Восстановление царства Божьего. Слава Богу. Поэтому даже то, что сейчас уже прозвучало с кафедры сегодня, это вот так вот достаточно, о благодати Божьей. Ну а что такое? Это не новое. Это не новое. Это забытые старые, порой хорошо забытые старые, знаете ли. Но это не новое абсолютно. Когда Лютер, Кальвин, Свингли, анабаптисты в начале 16-го столетия, там многие другие реформаторы, там Минос Симмонс, тот же самый, да, значит, Балтасар Губмайер, там, ну, лидер анабаптизма, там другие реформаторы, когда они говорили многие евангельские эти истины, знаете ли, они казались чем-то новым большинству христиан. А на самом-то деле это ничего не новое. Это хорошо забытые старые. Просто в то время уже очень сильно хорошо забытые. Сегодня это уже в наш век информатики, разве что ленивые Библии читают. Пожалуйста, доступна Библия онлайн, Библия в сети. Заходишь, там, пожалуйста, Библии разных переводов от таких классических старых до таких вольных, вот даже таких от Ивана Комарова, всяких переводов. Короче, очень много разного, разночтения. Пожалуйста. Да и сегодня даже, в принципе, на любой гаджет, ну, на гаджеты наши, да, вот, скачиваем мы Библии. Я себе накачал там разных вообще Библий, на всякий случай. Ну, пусть будет вообще. Пригодится. В хозяйстве все сходится вообще. И уже пригождалось не раз. Там, с кем-то, допустим, путешествуешь и, как бы, понимаешь, что хочешь проповедовать, а не знаешь ни языка, ни ничего. Ну, как бы, по Библии раз показал местописание, как бы, на пальцах объяснил, что Бог любит его. Ну, все, уже дело сделано. Слово посеяно. Так что, да. И, действительно, время удивительнейшей этой благодати. Удивительнейшей благодати. То, что произошло, вот, почти два тысячи лет назад, это, действительно, великая благодать. Бог, поселяющийся в человеках. Аминь. Бог, поселяющийся внутри человека. В 15-м еще веке на Руси говорили по этому поводу. Вот, мне очень нравятся слова этих нестяжателей. Васян Патрикеев, Нил Сорский, Заволжские старцы говорили так. Храм не из бревен, говорили, а храм из рюбер. Храм не из бревен, а храм из рюбер. А еще говорили, храм Божий обшит кожей. Вот так вот. Так что, ну, то есть, храм Божий – это живой человек. Это не просто то, что сделано из камня, из, значит, дерева. Нет, это сооружение различное, церковное. Вот здесь мы, допустим, на такой, ну, такой крыше, допустим, да. Вот. Собираемся, пожалуйста. Можем собираться в разных местах. Господь говорил, где даже двое или трое собраны во имя Его, то Он там посреди них присутствует. Удивительно. Вот такое, знаете ли, такое определение, простейшее определение церкви. Экклезиология Христова. Она такая, знаете ли, очень интересная. Два или три человека во имя Его собраны – это уже церковь. Уже столб и утверждение истины. Удивительно. Слава Богу. И действительно, когда Иисус уходил, Он сказал эти слова «сегодня хочу». Коль праздник такой. Как раз напомнить. Уходя, ну, Он так ушел, как бы, и ушел, и не ушел. Так, ушел физически. Да, воскрес и потом вознесся. 40 дней являлся ученикам, но не призвично, не так. Показалось, как будто бы на самом деле, не по нарожку, по-правдочному приходил. Даже когда они там сомневались, Он говорит, у вас есть что покушать, братья? Ну, они открыли холодильник, там был только лишь мед и печеная рыба. Ну, Иисус поел, но они поняли, это точно наш учитель. Хороший аппетит. Да, точно Иисус, все, точно. Вот, знаете ли, как бы, да, в такой неформальной обстановке, точно учитель. Вот, сомнения все отпали. То есть, это был не просто какой-то призрак, там что-то еще, фантом, не, нет, это конкретно Иисус. Только в прославленном теле, конечно, в удивительном прославленном теле. Когда он, там, двери были закрыты, а он встал посреди, допустим. Вот это да. Удивительно. Да. Ну и, ой, шафар еще у нас есть, даже, да. Ну, конечно же, шафары в студию. Ну, я шафарить не умею, правда. У меня... Позвать? Да, да, шафариста позовите, да. У меня дети в шафар там трубят, но я сам пробовал, у меня что-то... Я сам надуваюсь, а шафар молчит. Вот, я не музыкант. Я художник по своей специальности, дозорковной, я художник. Для меня больше вот... Да. Как зовут? Возген. Возген. А, это как Патриархово. А, он первый, а я второй. А, очень приятно. Возген, пожалуйста. Возген, пожалуйста. Поша вас снова. Поша парите. Аллилуйя. Спасибо, спасибо. Спасибо. Да. Иисус, Жан, спасибо за ответ, Жан. И, знаете, друзья, действительно, время, эпоха благодати, это ни с чем не сравнимая эпоха, великой благодати, когда Бог поселяется в человеках. Иисус, Он, уходя, сказал, что Я с вами во все дни до скончания века. Он как бы и ушел, и не ушел, да? Духом Святым Он здесь. И Он с нами. И Он внутри нас. Слова Иисус. А еще, когда Он родился, опять эти слова хочу вам напомнить, слушайте, пророческие слова. Исполнились пророчества, написано, что седево в очереве, примет, родит сына и нарекут Ему имя Эммануил. Эммануэль, Эммануэль. Друзья, для меня это целое откровение. Потому что Эмману, это не просто с нами, а это внутри нас, съеденный, скушенный нами, выпитый нами. Это растворенный внутри нас и частью наставшей. Эмману. Есть слово рядом, близко, возле. Это Этану. Еврейское слово Этану. Этануэль переводится как с нами Бог. Возле нас, близко с нами Бог. Но когда Эмману употребляется, хотя переводчики переводят упрямо с нами Бог, по традиции, старой традиции, такой уже определенный, каноном определенным. Но, по совести говоря, это и правильный перевод, и неправильный. Потому что буквальный перевод, слово Эмману, даже не надо быть знатоком иврита, чтобы это понять. Пожалуйста, по номерам стронга даже можно посмотреть слово Эмману. Буквально растворенный, выпитый. Я был на лекциях иврита, я учу иврит, изучаю этот Божий язык. И мне очень интересно. Ну, в конце концов, корням надо приобщаться как-то. Емрейским я выучил только за то, что им говорил сам Мессии. Да, сам Мессия, в конце концов, да. Да, значит. И вот один из учителей как раз иврита по поводу Эмману. Мне было интересно, комментарии у учителей иврита. Таких уже известных учителей. Так вот, самое лучшее для меня было, как для художника, образный пример. Образный. Я всегда ценю именно это. Вот вода в стакане, по отношению к ней я могу только лишь слово Этану употребить. А вода это Маим. Кстати, одни и те же слова, разные значения в разных языках имеют. Да, вот я по матери татарин, по отцу еврей. Вырос русским атеистом. Вот. А теперь божье дитя. Вот. Но детство свое раннее провел я больше в татарской семье. И в мусульманской среде. Ну, как мусульманской. Ну, советские мусульмане обычные были. Хотя дедушка мой, его звали Галя Ахмед, он по-русски только одно слово знал, без акцента. Собака. То есть собака. Когда он там какую-то муху там лупил, там, чё собака. Притом так хорошо получалось, смачно прямо. Колоритно очень. Вот. А бабушку мою звали Миньбану. Она по-русски вообще ничего не знала. Даже слова собака не знала. Вот. Она такой качик говорила. Ну, что это собака, значит, по-русски. Вот. Значит, и поэтому с ними приходилось общаться по-татарски. Ну, там, хочешь не хочешь. Всё лето с ними, поэтому там татарский выучишь за один сезон. Тем более там братьев, сестёр, куча двоюродных, троюродных. Они, в основном, все татарское говорящие все у нас там были тогда. Поэтому, значит, с ними только по-татарски. Еврейская моя семья, родня, она меньше, намного меньше, чем татарская. Количественно, да и качественно, честно говоря. Потому что все были матёрые атеисты, коммунисты, атеисты. И вообще открестившиеся от любой религии и ничего общего не имеющие ни с какой традицией, ни с какой религии. Если татарская семья хотя бы хоть что-то сохраняла, какие-то традиции хотя бы сохраняла. Дедушка мой, допустим, Гарри Ахмед, он у нас обвязал всех мальчиков татарских, еврейских. Всех приносили к нему, он был мастер обрезания. Да, да. Ну так, неофициально как бы, да так. Не было ни мечети у нас, ни синагоги не было, но вот исполнял обязанности как бы. И, о, да. Вот. И, ну, на курман, конечно, барашков резал, все, значит, там, барашек еще не успевал опомниться, уже там вертелся уже. Вот, значит, и, знаете, но это у нас не было связано как бы с религией, ни с еврейской, ни с мусульманской. Это было просто как традиция, как знак традиции определенной культуры, что ли, народной культуры, допустим. Вот, и все. Ну, как, допустим, в России крестили детей многие, да, допустим. А в это ничего же сильно так особенно не вкладывали, честно говоря, я так понимаю. Вот, то же самое. Ну, а у нас просто обрезали все. Вот, тоже в это сильно ничего не вкладывали. Хотя сейчас, да, сейчас некоторые мои братья, они такие очень стали ревностные, даже такие, ну, все халяль только. С ковриком постоянно, значит, там, да, значит. Но, молитвенным. Но, знаете, я люблю и мусульманскую культуру, люблю, татарскую, в общем, культуру люблю, еврейскую культуру люблю. Но я понимаю, что в любой культуре, знаете ли, самое главное, понимать, что Бог, он выше всего этого. И сама культура, она не спасительна. Можно быть таким ярким воплощением этой культуры определенной, но так и быть вне жизни, вне спасения и не знать ничего, абсолютно вообще ничего не знать. Так что, так вот, маим, 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 по-татарски это жир, да, масло, все, что связано, вот, барани резали, допустим, внутренний жир, маим, маим тоже называли это масло. Ну, ну, да, библия-то туком называет то, что. А в еврейском языке, ну, еврейский я стал учить только вот не так давно, в принципе, или 20 назад только. Вот, значит, до этого я даже не знал даже. Идишь только, идишь, ну, бабушка идишь знала, но я думал, она немецкий знает, честно говоря. Я только уже взрослым, уже узнал, что это, кажется, она не немецкий знала. Это, кажется, у нас даже на таком уровне было совершенно просто, ну, скажу так, необразованность абсолютная. Вот. Так вот, и на иврите маим, маим, это вода. Вода. Хочу пить, Ваше здоровье. Ах, хорошая вода. Самый лучший напиток, да, вода, слушайте. Человек. Да. Кстати, я с первого класса решу, что я русский, все. Я помню, в первом классе, меня так достало уже, потому что у еврейской родни меня татарчонком все дразнили. У татархинской родни меня все то жиденком, то еврейчиком. Короче, там по материнской, а здесь по отцовской. Короче, все перемешано. Короче, в первом классе я понял, не морочите мне головы, я русский, все. А вырос, просто вообще, даже о Боге, даже, скажу, на моем рабочем столе, моего разума, души, даже не было пустой папочки такой даже, со словом Бог вообще. То есть, ноль вообще информации было, чистый лист. Но Богу это не помешает, слушайте, прийти в жизнь. Он и папочку создаст там, и наполнит ее, чем надо. И апгрейд полный совершит. Он все это сделал абсолютно. И благодарю Бога, что в неполных 13 лет моей жизни, он ворвался в мою судьбу. Пришел в мою жизнь и полностью, не знаю, захватил ее. Очень Богу благодарен за это. Очень, очень, очень. И, ну, об этом тоже расскажу. Но вода, вот вода моей, да, вода, которая в стакане, по отношению к ней только слово «этану» могу употребить ее. То есть, она со мной, она возле меня. Но когда я пью ее, вот к выпитой воде уже, я уже употребляю слово «эману». Эману – моим. Вода, которая во мне, вода, которая частью меня сейчас становится. Она проистекает во мне сейчас, она заполняет меня, она частью меня становится, да. А я частью ее становлюсь. Удивительнейший процесс. Красивый очень такой, удивительный процесс. И вот, но как же выпить Бога? Как же съесть Бога? Вообще, это очень странное такое послание, конечно. Потому что даже когда, я понимаю, 2000 лет назад это странно очень звучало, да и сейчас это странно звучит. И когда Иисус сказал впервые, так вот, ну, раскрыв все карты, как говорят, да, предучениками, в 6 главе Иоанна, то многие же вообще даже ушли. Ну, церковь упустела. Вот. Из там тысячного собрания осталось 12. Да и те были, знаете ли, так вот, я думаю, на лицах написано было много. Может быть, а может, вернемся. А может, найдем другую церковь, другую синагогу с каким-то нормальным, обычным, не таким харизматичным раввином. Но знаете ли, поэтому Иисус сказал им, что он не против, даже если эти оставшиеся уйдут, найдут себе другую какую-то общину, синагогу. Но Петр, слава Богу, он собрался с духом, он сказал, выразил то, что было в умах оставшихся. Вот это было удивительное. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Они даже непонятны сейчас нам, но это глаголы вечной жизни, это слова вечности. Это не слова временной жизни, это слова вечной жизни. Удивительно. Пусть они даже сейчас нам непонятны. Мы остаемся. Мы решили остаться. Удивительно. Спасибо тебе, Господь. Но Он говорил, Иисус, шокируя, конечно, аудиторию свою, что кто не будет есть Его, пить кровь Его, есть плоть Его, не будет иметь жизни. Многие христиане считают почему-то, что ушла речь о хлебопреломлении. Ну, это, в принципе, как бы версия такая очень популярная. В принципе, это, ну, на самом деле, в принципе, можно это к этому тоже отнести, безусловно. Но на самом-то деле, все гораздо более серьезней. Здесь не только о таинстве, в каком определенном говорится, не только о церковном таинстве, не только о хлебопреломлении, даже не сколько о нем, а сколько о самой жизни во Христе, жизни в Боге и Его жизни в нас. И это уже серьезно. И когда Иисус уходил, Он сказал, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Есть, конечно, самые примитивные такие, но священники есть такие, которые прекрасно знают, что это неправильное толкование, но, знаете, ложь, чем она проще, тем доходчивее. И говорят обычно бабушкам, в селах я такое наслышался уже много раз, слышал, в прежней моей жизни, такой традиционной, православной. Говорили, вот кто будет веровать, бабушке, и креститься, спасен будет. Да, вот серьезно, батюшки такие говорили. Ну, я-то понимал, что это, конечно, обман, дурит нашего брата. Но, а что поделаешь? Но, знаете ли, есть, конечно, другое мнение, да, уже такое, более такое, уже компетентное, что идет речь о водном крещении. О водном крещении. Это правда, это уже больше, это уже, знаете, как бы было холодно, да? Вот это теплее уже, это уже теплее, это уже, да, теплее. А сейчас я вам скажу то, что горячо. Уже не просто теплее, а горячо. Вот, а горячо, что здесь идет речь вовсе даже не о водном крещении. Говорится о погружении нашем в Него, и Его погружении в нас. Вот, именно об этом. И этим я живу, этим делюсь сегодня. И сегодня я не могу не поделиться этим с вами, братья, сестры. Потому что баптизо, слово баптизо в современном греческом языке, оно означает, да, погружение, но в смысле окунание. Окунулся, вот тебе баптизо совершил. Но в древности, лет за 200, даже 300, даже больше еще, до Иисуса, до Рождества Христова. И лет 500 еще после Рождества, слово баптизо употреблялось в античной литературе, в эллинской литературе, совершенно по-другому. Оно означало погрузиться и там и остаться. Не подниматься, все, пребывать там непрестанно. И пропитаться всем тем, во что оно погрузилось. Или ты погрузился. И чаще всего баптизо в эллинской литературе до нашей эры, до Христа, да, и во времена написания Нового Завета использовалось, чаще всего для писания соленья огурцов. Да? Соленья огурцов. Так что, товарищи огурчики. А, кстати, а любите малосол? Малосольные огурчики любите? Жарим. О, малосол имеет свою прелесть. Малосол, в чем он хорош, малосол? Что он немножко, чуть-чуть на шкурке соленый, да? А внутри свеженький еще. Он похож на своих собратьев по грядке. И вот это сочетание свежего и соленого создает особую прелесть. Слушайте, да. Салфетки дать? Да, слушайте, никто не принес огурчиков, а? Я сам люблю такие всякие вещи. Это, например, надо было перед небесом говорить. Да, 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 да. Хорошо. Кстати, я вам в СССР об этом говорил, когда первый раз. То даже попросил одну сестру принести огурчики. И так порезали. Вот, и всем раздавали. Вот, некоторые ели, потом плакали. Что, причастие такое было у нас не в Харистии, а в Уличной. Со слезами на глазах. Да. И, знаете, так вот, малосол греки баптизо не называли. Вот так вот. Поэтому, а называли баптистскими огурцы, называли только лишь те, баптизу, да, которые имеют соль в себе уже. В себе имеют соль. И вот Новый Завет учит нас, да, имейте соль в себе. Не просто на шкурке, а в себе имейте соль. Так что, нет малосолу, скажи. Нет малосолу, все. Я соленый. Да. Просаливаюсь им. И, действительно, баптизо, баптизо, и по отношению к рассолу использовалось. То есть, когда я погружаюсь в него, а он погружается в меня. Ведь огурец, он же свой дух отдает, да, рассолу. Вот. И уже огуречный дух уже в рассоле. А в себя он впитывает что? Так что плавает уже? Чесночок, перчик, травка всякая, там, значит, да, значит, сольца. И все это пропитывается, и уже Господь возьмет так огурчик, так хрустнет, скажет. О, баптизо. Баптизо. Так что, товарищ огурцы, ягурчихи, пропитываемся Господом, погружаемся в него и пропитываемся им. А он пропитывается нами. То есть, христианство – это Богочеловечество и Человека Божия. Это пропитывание им, а его пропитывание нами. Это удивительнейшее просто чудо. Кстати, еще до Христа, еще до Рождества Христа в богословских школах, ну, во времена, ну, Рождества Христа, да, к этому времени, было две таких богословских школы больших. Мы знаем, как школа Шамая и школа Гелеля. Ну, школа Гелеля легла в основу современного иудаизма. То есть, той части иудаизма, что не приняла Иисуса как своего спасителя, и осталась, к сожалению, в своих таких заблуждениях. Увы, печально, конечно. И школа Гелеля в основном акцент делает на как раз формальном исполнении требований правил, норм, закона, правил, постановлений человеческих и божьих всяких. Вот на этом строится все, фактически, в школе Гелеля. Но школа Шамая учила как раз противоположному, что неважно, даже если ты кошерный еврей, обрезанный и непорочный, и фарисей из фарисеев, но если ты не родился свыше... Кстати, многие считали, что рождение свыше, учение Иисус принес, как бы, как Эврика, до сей неслыханное что-то принес евреям. На самом деле, о рождении свыше уже шли разговоры. И ко времени пришествия Машеха, ко времени Рождества Христа, в Иудее споры дохрепоты были порой по поводу того, что должно или не должно рождаться свыше. Но судя по репликам Никодима, в третьей главе Иоанна описанных, он был ярким представителем школы Гелели как раз, который как раз, собственно, вот таким же образом язвительным и высмеивал школу Шамая, что мне нужно снова в утробу матери залезть и снова родиться, что ли? О чем ты говоришь? Насчет переселения души или о чем ты говоришь вообще? Но Шамая старший и Шамая младший не говорили в Иудее, особенно вот в Галилее, даже дразнилка такая была, да, Галилея языческая, Назарет был как раз на той территории. Так вот, говорили, что должно духовно переродиться. И что это происходит от встречи, личной встречи с Богом. Конечно, до Рождества Христа и в школе Шамая было больше вопросов, нежели ответов. Уникальность в том, в третьей главе Иоанна описанной той историей, того разговора, исторического разговора, удивительного разговора, в том, что Иисус, по сути, Он ответил на самый важный вопрос, каким образом это происходит. Где здесь вот этот, знаете, кто говорил, Пифагор, да, или кто? Архимед, дайте мне точку опоры, Архимед, да, я переверну землю. Вот точка опоры. Вот не было до того точки опоры, а здесь появилась точка опоры, это сам Иисус Христос. Точкой этой опоры стал сам Иисус Христос. И все переворачивается, все свершается, рождение совершается. Спасибо тебе, Господь. Так вот, и до Христа тоже вопрос задавали этим богословам и той, и той школы. Евреи задавали вопрос следующий. Дайте нам стих такой из Писания, который был бы как бы золотым стихом, ключиком ко всем Писаниям, ко всей Торе, к пророкам. И удивительно, эти школы, школа Шамая, школа Гелеля, которые между собой все время спорили, надо, не надо вообще, по любому поводу спорили, знаете ли, но удивительное дело, в этом вопросе пришли к одному и тому же мнению, не сговариваясь, и та, и та школа выдала один и тот же стих из Писаний. И самое удивительное, этот стих они нашли в книге «Ширгаширим», «Песня песней». Самая такая каноническая и неканоническая книга. В ней даже нет имени Всевышнего Бога. И она говорит о любви мужчины и женщины. То есть она как бы такая, ну ее, критически ее осматривали и в древности, и сейчас осматривают ее, потому что в принципе там говорится о любви мужчины и женщины. Но в самой глубокой древности в этом образе, прообразе, видели взаимоотношения души человека и Создателя. Бог и человек, человек и Бог. Бог и его народ. Удивительно. И вот в шестой главе там есть слова такие. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой мне. Они, то есть я, да, они, ле-до-ди, ве-до-ди, ли. И вот это ле-до-ди, ве-до-ди, оно можно перевести опять-таки и так, что принадлежность, но на самом деле там не принадлежность. На самом деле там имеется в виду просто абсолютное слияние. Он – это я, я – это он. Абсолютное слияние. Эти же слова, вот это ле-до-ди, бе-до-ди используются для описания, ну это как называли еврейские хамасутра. Это совместный, это общий экстаз мужчин и женщин. Это общее слияние их душ, тел, полнейшее, максимум удовольствия, которое может человек наслаждением иметь вообще. Мужчины и женщины вместе сливаются в одном экстазе. Вот это вот ле-до-ди, бе-до-ди. Конечно, переводчики перевели правильно, что принадлежность, но там далеко не об этом идет речь. Там идет речь именно о полном слиянии мужчин и женщин вместе. И в этом образе мудрецы и той, и той школы увидели образ слияния души человека. Бездна-бездну призывают. Бездна внутри нас, мы созданы по образу его. И ничто не удовлетворит человека, как Бог. И Бога, как человек. И вот это слияние Бог и человек. Человек и Бог. Для меня христианство это Христос. И Христос это христианство. И поэтому, друзья, как вот здесь еще в Москве в 90-е годы общался, тогда молодым священником совсем еще. Я служил здесь в Рязани, неподалеку, в Рязанской области на приходе. В 91-м году был настоятелем храма и приезжал в Москву часто тогда. Но я больше с отцом Георгием общался тогда, с Чистяковым, покойным уже. Ушел в вечность уже человек. Но также общался и с Александром Борисовым на эту тему. И интересно, Александр Борисов, он очень мудрый человек. Он тогда, кстати, возглавлял вот это, по-моему, РБО, Российское библейское общество. Тогда вот как раз был председателем избрана. И он говаривал интересные слова такие тоже, что вот все-таки есть конфликт, говорит, между верой и религией. Религией и верой. Религия, то, что римляне называли религарой, религия, да, это как форма. Или формы различные. Да, но вера это как сама суть. Само нутро. Само нутро это... Спасибо тебе, Господь. И само нутро. Можно держаться за формой многие, но есть само нутро. Можно в Библии искать много противоречий. Их найдешь, их полно там противоречий. Но есть нутро самое. Это сам Бог. Это любовь. Можно Бога обвинять, пытаться в разных грехах. Можно обвинять Бога во всем и в том и всем. Да, и... Но Бог примирился с нами. Он примирил с собой весь мир. Не вменяя людям преступления их. Он отдал, возлюбив, самое дорогое. Доказал свою любовь к нам. Отдал Сына Своего за нас. Это благодать, друзья. И сегодня, на самом деле, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Я благодарю Бога, что... Вот я начал тоже было свидетельствовать как раз, что в 13 лет моей жизни неполных Он ворвался в мою жизнь. Но моя жизнь тогда завершилась. Я заболел и умер. Была пневмония, двустороннее воспаление легких. И врачи не смогли спасти. Когда определили, что была пневмония, было уже поздно. И констатировали смерть от того, что оба легких оттекли. То есть, как бы, вот моя жизнь тогда закончилась. Не успев особенно и начаться-то. Особенно не разгулялся даже я. Даже не было еще 13 лет. Вот. И... Да, перед моим 13-летием как раз все это было. Вот. Но затем я воскрес и был исцелен сверхъестественно. Мое воскресенье попробовали врачи объяснять родителям, как феномен такой, как вот, как бы, скрытый резерв организма или что-то там. Но очищение обоих легких, ведь я, когда вернулся в тело, мои легкие оба были чистые. Я дышал ровно, без хрипов, без свистов. Не было температуры. То есть, не было... Рубцы оставались. Они до сих пор, когда снимки делают, говорят, у вас были... Оба легких были повреждены. Говорят, да, я умирал. В общем-то, как бы, это мне напоминание на всю жизнь. Но я дышу до сих пор свободно. Вот. Ничего не мешает, не стесняет моего дыхания. Вот. И тогда они, врачи, не смогли никак объяснить феномен, как очистились оба легких так мгновенно. Но в короткий промежуток между смертью и воскрешением я пережил встречу с Богом. Я был перед Ним. И эта встреча, она изменила всю жизнь этим словом. Абсолютно. Она дала уже мне совершенно новую жизнь. Я вернулся с новыми мозгами уже, с новым мышлением совершенно. Все, что раньше, до того любил, я разлюбил. И наоборот, что раньше, терпеть ненавидел, просто ненавидел, как говорится. Вот. Полюбил. Вот. Но самое главное, даже не в том, а самое главное, что я влюбился в него. Ну, как говорят, по уши просто. Не знаю. Он очень хороший. И это не подхлемаш. Не потому, что я священнослужитель, и я обязан ему избить. Не-не. Не из-за этого. Вот. Абсолютно. Не теологически. Это я такое делаю ему. Не-не. Это, вот, как говорят, за что купил, за то продал. Вот. Он очень хороший, на самом деле. Очень хороший. Очень добрый. Я добрее ничего я в жизни не испытывал абсолютно. Вот. Эти глаза, этот взгляд, я, ну, не знаю, как у художников тоже есть камертон. Не только у музыкантов. У художников тоже есть понятие камертона. Я художник по своей специальности доцерковный. И как же вописец, я говорю, что у нас тоже есть камертон. Конечно, не как у музыкантов, у них более, так, как бы это все, так, как бы, на виду, на слуху, знаете ли. Но свои секреты у художников тоже есть. И вот камертон, который не дает тебе сбиться, знаете ли, не в цвете, не в свете изображения. Так вот, и в жизни тоже есть у каждого какой-то свой камертон. В жизни каждого человека, верующего, неверующего, правильно, неправильно, но что-то прозвучало, что-то стало вот на всю жизнь, знаете ли. Вот в моей жизни вот эта любовь. Я все эти годы, почти 40 лет, да, в своей жизни, уже другой жизни уже, с ним жизни, я несу вот эту любовь. Потому что он очень хороший. Мама, папа, все, что я знал до того. У меня была собака, которая меня очень сильно любила, просто обожала меня. Вот, и я, она меня облизывала часто, смотрела на меня так глазами. Я понимал, вот ей скажешь, отдай жизнь за меня. Она отдаст даже ни полслова, не спросит, за что и почему. И что с этого надо вообще. Вот, а она вот действительно вот такая была, любящая. Вот, и, но Бог, его глаза даже больше, чем глаза вот этой собаки, или мамы, папы, чего угодно вообще, вот я в жизни что знал. Сейчас я уже, да, уже взрослый человек, уже, да, уже жена, шестеро детей нам Бог дал родить, значит, да, двое внуков, внучата, да, значит, и, но все равно не с чем сравнить без обид. Это просто удивительно. Знаете, как будто бы, когда говоришь о вечности, да, то это кажется чем-то таким нереальным, облачным таким, знаете ли, ненастоящим. Но когда оттуда смотришь на эту жизнь, вот то же самое, даже еще в большей степени. Вот мне казалось, как будто 13 лет я проспал, и мне снился хороший сон, ну, все было хорошо, но это понарошку. А вот теперь я проснулся по-настоящему. Вот. Ну, я когда рассказывал об этом, и у себя в церкви тоже я говорил, от братьев, говорю, ну, помрете, помрете, все поймете сами. Вот. Потому что сейчас все равно бесполезно все это рассказывать. Как Хаджан Асредин говорил, сколько ни говори, халва-халва, ворту сладко не станет. Вот. Не видел того глаз, не слышал этого уха, вот. Но Дух открывает нам это. Бог открывает нам это. Поэтому я как верующим объясняю. Когда я неверующему рассказываю некоторые вещи, конечно, они глаз на лоб лезут. Но, знаете ли, когда я верующему, то верующий это через какой-то свой опыт определенный просеивает. И плюс еще, самое важное, Дух Святой, он дает тогда уже понимание. Больше понимания. Не просто на уровне ума, допустим, да, души или тела, а на уровне Духа. Это намного серьезнее, намного сильнее. Поэтому, обращаясь к верующим, именно к рожденным свыше, братьям, сестрам сейчас, пусть Дух Святой вам сейчас это отобразит не в словах убедительных каких-то там, не на уровне тела, не на уровне души, а на уровне духа. Объясню вам это все. Вот. И хотя, я честно скажу, некоторое время, были у меня некоторые годы, грешок такой был у меня, интересный. Я завидовал христианам, я знал много христиан, потом уже узнал много христиан, много верующих узнал, которые не видели Бога, не видели ничего, не видели вообще, но они верят в Него. Я смотрел на них, и мне даже самого не верилось. Думаю, как, 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 мне это понятно, я верю, потому что я оно видел. А вот они-то ничего не видели абсолютно, ни Бога, ни ангелов, вообще ничего не видели, ноль. И они верят, мне как-то, вот, я ловил себя на том постоянно одно время, несколько лет у меня это было, продолжалась такая проблема, вот, на зависти. Потому что у меня, по сути, было атрофировано то, что у них очень сильно это было развито. Вот это блаженство определенное какое-то, вот, не видя, но они верят. Но теперь я и не завидую, потому что Бог отучил завидовать просто, и все. Потому что неважно, видел ты, не видел, был там, не был, веришь из-за того, что ты увидел, пощупал, потрогал или из-за того, что это просто развилось, этот орган как бы там вырос, веры, как бы, да. Вот, самое главное, верь, самое главное, двигайся, живи и люби Бога и окружающих. Вот, и самое главное послание вообще Библии всей, это то, что Бог есть любовь. Это самое главное послание Библии. Вот, что Бог хороший, Бог есть любовь. Вот, и, да и человек хороший. Хотя и о Боге, и о человеке, даже из Библии можно много плохого прочитать. Но знаете ли, много всякого компромата, много всякого, но по совести говоря, и Бог, и человек очень хорошие. И нас Бог создал по образу подобию своему, очень хорошими. Просто многие это забыли. Многие это просто совершенно забыли. Вот, когда человек приходит к Богу, да, переживает встречу с Ним, у Него пробуждается вот то, что было уснувшим. Он как будто бы вспоминает, он как будто бы просыпается, он как будто бы очухался, просто очнулся и от сна какого-то, хорошего или плохого, не важно, но сна, не настоящего, а вот сейчас настоящие, сейчас правдочное. И вот это и жизнь. Поэтому, друзья, самое главное, вот как раз это, то, что называют пробуждением, очень красивое слово, пробуждение, да, духовное, духовное рождение свыше, вот это прям шикарное само выражение. Правда, тоже любой термин можно затереть, и смысл вообще изначально потеряется, к сожалению. Как Маяковский писал, да, слова у нас, да, самые важные, ветшают как платье. Вот так вот, так что от частного употребления, многие слова, они и в христианстве, допустим, да, евангельские, хорошие слова затерлись и стали, ну, просто, ну, пошлыми даже такими-то словами. Но на самом деле это очень хорошие слова. Изначально-то. И пусть Бог поможет сегодня нам всем. Потому что однажды мы перед Ним будем, вот, и с позиции вечности, когда смотришь на время, оно очень красиво, кстати, время очень красиво. Вот любая эпоха, я видел, как поток это, как будто бы река. Она такая, знаете, завораживающая, вот прям, значит, как будто бы вот в знойный день ты возле реки, допустим, да, и тебя прям тянет окунуться. А это еще в большей степени. Ты в вечности, и ты, это прекрасная вечность, но время так манит, оно Богом создано так красиво, что хочется окунуться. Вот, окунуться и снова быть в этом времени. А еще, знаете, почему? Потому что вот с позиции времени вечность смотрится шикарно, да? Сама перспектива даже вечности, она как бы уму непостижима, человеческому там. Но с позиции вечности само время, оно выглядит очень шикарно, потому что в нем есть какой-то, не знаю, шарм какой-то, какой-то вкус особый. Даже то, что мы собрались. Если вот было начало собрания, да, уже время, слушайте, два часа пролетело уже. Представляете, два часа, уже нет этого времени, все, мы вот уже прожили, проплыли это время, да, как бы, и уже не отмотаешь, и вы это время тоже потеряли, и я это время потерял. Я мог бы сегодня с внуками посидеть, допустим, да, я хотел, даже соблазн утром был, значит, там как раз внучка закашляла, у меня, может, а может остаться? Каюсь, каюсь, мастер Иван, даже соблазн был остаться, посидеть с внучкой, как бы, у меня было для самого себя оправдание, что, ведь она же закашляла что-то, как бы, я одно помолился, но все-таки, ну, как бы, кто своих, особенно о домашних, не печется, как бы, то хуже неверного, как бы, сразу местописания такие, как бы, оправдывающие. Но, знаете ли, потом молюсь, нет, нет, Бог видит меня здесь. Я это время мог бы там провести сейчас, в Туле, да, но я провожу его сегодня с вами, вместе с вами, здесь, в собрании. Почему? Оно мне надо. Оказывается, Бог хочет порой, ну, самые несчастные моменты жизни человеческой, из своего опыта даже, ну, и каждый это, в принципе, понимает, больше или меньше, оказываться в неправильном месте в неправильное время, да, вот, а самое счастливое время, как раз, проведенное в правильном месте, в правильное время. Вот, когда Божье, это греки называли красивым словом и левым тропионом, соотношение Божьей воли и человеческой, вот, когда, как говорят, звезды сапали, когда, знаете, ты вот, допустим, я когда увидел впервые свою будущую жену, вот, кто-то верит в любовь с первого взгляда, кто-то не верит, ну, разное мнение есть, вот, я вот сразу влюбился, вот, не знаю, она еще ломалась, еще там, как бы, и сопротивлялась, а у меня внутри сразу было такое уже, это моя, вот, вот, мое и все, не знаю, я даже где-то включил татарскую где-то свою наглость, там, приходил, вот, ну, как бы, значит, ну, в общем-то, знаете ли, вот, не ожидал, честно говоря, от себя, где-то, оказывается, оно сидит захватимческое, такое, да, вот, значит, вот, я уже думаю, если что, в крайнем случае, в ковер, и... иногда кровь играет, оказывается, и не знаешь, где вылезет, знаете ли, вот, ну, вот, понимаете ли, а я мог бы тем днем быть, допустим, в другом месте совершенно, в другом месте, в другое время, она могла быть то же самое, она мне потом уже рассказывала, что совершенно в другом месте, значит, и в другое время была, но вот так получилось, мы оказались вместе, я увидел ее, она увидела меня, вот, и какая-то искорка пробежала, что-то там, но у меня стало внутри, внутри, что-то моя, вот, моя и все, не знаю, интересно, хотя все отговаривали даже, и батюшка ее отговаривал, ну, в смысле, священник ее, отец сам, она у меня в Московской, в Саншногорской, в Московской области, и там, когда по Ленинградке в Саншногорск въезжаешь, с Москвы едешь, и там, значит, в сам город въезжаешь, там, с левой стороны, получается, храм, красивый такой, как тортик такой, кремовый такой весь, да, значит, вот, в этом храме как раз моя супруга там тоже, ну, тоже служила, читала, пела, напиралась иногда, значит, там, значит, там, и такая, ну, религиозная девушка такая была, вот, а я служил в Орле вообще, не здесь, а в Орле, то есть, где совершенно разные, да, города, но наши священники, то есть ее священник, вот, отец Иоанн Паташинский, уже покойный уже, и мой отец Иоанн Квитович, старые, загадычные друзья, вообще, так получилось, вот наши пути пересеклись, ну, ладно, я у них в храме, значит, да, хотя я хором руководил тогда, вот, 87-й год, 88-й год, я руководил хором церковным, без музыкального образования, но и бабушки мои тоже, в принципе, не были обременены никаким образованием, вот, в общем-то, мы пели так вот, вот, как Бог давал на душу, вот, и как батюшка нам немного там намурлыкал, ну, и так и пели, в общем-то, в храме, вот, значит, да, значит, и мне нравилось, и бабушкам нравилось, самый молодой моей подогричной было 65, самый старший было почти 100 лет, вот, это надо было видеть, в джазе только бабушке, я там первый парень на деревне, вот, значит, да, ну, я, честно говоря, думал, наверное, судьба моя такая, быть монахом, наверное, у меня своя теория такая возникла, была ли, знаете ли, вот, значит, но когда уже, вот, приехал в Станшигородск, увидел девушку эту, свою будущую жену, я понял, мой монастырь закончился, вот, интересно так, вот, и, кстати, оказывается, да, 88-й год, слушайте, она мне не говорила такого тогда еще, а потом уже, в каком, ну, уже, сейчас скажу, в 91-м году я стал священником, уже в Рязани служил, вот, ну, я батюшка, она, понятное дело, уже матушка, да, значит, значит, и только в 96-м она мне рассказала, что как раз, вот, незадолго до того, как мы познакомились, у нее было переживание, которое напугало ее священника очень сильно, этого отца Иоанна Паташинского, очень сильно напугало, она была крещена, оказывается, Духом Святым, не зная об этом, как об учении, вот, не зная об этом, как, вот, о доктрине, она только знала храм православный и все, но там была матушка старенькая, еще дореволюционная такая бабушка, значит, монашечка, проживала там, там же при храме, матушка Ипраксия звали ее, а Ипраксия, да, вот, ну, давно уже покойница, вот, но тогда уже ей было уже там почти 100 лет, значит, и это, и моя супруга будущая, да, она тогда помогала этой старенькой бабушке, этой монашечке, вот, и там на огородике, и при храме помогала ей, вот, всегда, ну, и слушала, что матушка-то рассказывала, а та как раз о молитве рассказывала, там, ну, она стала, стала монашествовать еще там, еще до революции еще, вот так вот, у нее такая, очень большая судьба такая, монашеская, и она говорила о молитве, молитве Иисусовой, и, ну, так вот, как бы, обрабатывала девочку, мою будущую жену, приготовлю ее к монашеству, как бы, то есть, у меня поэтому еще были такие, думаю, надо же, думаю, а, еще священник ее говорил, что это же, слушай, Сережа, не смотри на нее даже, это же будущий монашка, все, даже забудь вообще об этом, если что, у меня есть, там, моя племянница есть, короче, сосматываем, да, у нее свой интерес был, да, значит, да, интересно, ну, короче, да, и она помогала, этой монашечке старенькой, и там, значит, там, и за этой машинкой швейной, там помогала тоже, она у нее, кстати, швья, и интересно, что работая физически, сбивалась со счет этих молитв, там было их, по этим, правило такое, не монашеское, но так полумонашеское, священник благословил исполнять мое будущее жену, получается, да, и, исполняя это правило, она сбивалась со счетов этих, значит, и однажды себя поймала на том, что молится, но молится на непонятном языке, как будто какой-то, ну, какой-то, не знаю, кавказский какой-то, ну, не русский точно, какой-то язык какой-то такой, и она восприняла это как игру какую-то, но это была молитва именно, потому что, вот, ну, Бог был в этом всем, и присутствие это Божье было, и потом несколько дней она практиковала подобную молитву, она повторяла молитву Иисусову по правилу этому, и потом вот переходила у нее это само собой, как-то естественно переходила в такую молитву на языках иных, ну, ладно, а потом, там, раз в неделю она с этой монашечкой как раз приходила на исповедь, вот, ну, это называлось открытие помыслов, ну, такая монашеская такая традиция определенная, и моя супруга тогда еще совсем девчонка, она, ну, и батюшки молодая, неопытная взяла все это и рассказала, короче, батюшка был в ужасе, в шоке, он сразу чуть не с пристрастием стал ее пытать, значит, что, мол, откуда, значит, с сектантами какими-то яшкаешься, наверное, там, значит, ни слухом, ни духом вообще, значит, нет батюшка, значит, как бы только в храме всегда, значит, или дома, или в храме, все, ну, короче, батюшка успокоился, видит, что, значит, у нее было безвлияние какого-то сектантства, как он, ну, он боялся очень там, нас тоже пугали, и баптистами, и писятниками пугали, как раз в то время, в 87-й год, в 88-й, и в Москве, и в Ленинграде, я слышал эти лекции тогда, в семинариях и московской, и, значит, и ленинградской, по сектоведению, там говорили, что баптисты, это, как бы, тихие, сумасшедшие, а писятники, это, которые буйные, но говорили, что настоящих буйных мало, вообще-то, как бы, поэтому, как бы, в принципе, да, но, в принципе, это одна проблема, а через одного они еще были агентом ЦРУ и МОСАДО и мирового империализма, мечтающих развалить нашу советскую родину, вот, Генри Бородик тогда, очень популярный был в то время дядька, международный панораму вел, он у нас тоже выступал как раз, моральный образ советского священника, представьте, он садится, а тогда вообще кино просто, ну, только по телевизору видел его, а это он садится, так же, в своей манере, такой же манере, как бы по телевизору все рассказывал, только о советском священнике, так интересно было, думаю, надо же, на его куполе не было, правда, рясы, ну, как бы, креста, как бы, да, но он все это рассказывал, и, знаете, так вот, и супругу мою, получается, запугал батюшка, что так и так, мол, нельзя практиковать подобное, нельзя так молиться, это, мол, видимо, бесовские какие-то козни, вот, дьявол увидел, что ты хочешь монашество, как бы, стало приобщаться этому правилу монашескому, вот тебе враг, как бы, и спандалуку пытается сбить-то, ну, короче, настощал, дал ей пятимию, там, значит, какое-то там наказание церковное, вот, и забылись, как бы, да, все это забылось, хотя, Марина говорила, что у нее, как бы, были позывы к этому еще не раз, были позывы, вот такие, вот, помолиться, вот так вот, но страх этот, то, что священник-то стращал-то, он не давал даже рта открыть в этом, ну, и все, а потом забылось уже, как бы, она попыталась это забыть и забыла, и представьте, в 96-м году, я познакомился когда с пятидесятниками, вот, стал посещать их собрание, даже, батюшка на собрание, так интересно вообще, ой, да, а как, кстати, как познакомился, а вот так вот, его величество случай, как говорится, да, этот Чарльз Педжин, златоустый протестантский проповедник-то, он говоривал, что его величество случай, это псевдоним его величества Господа Бога, когда он напрямую не работает под своим именем, он под псевдонимом работает, случай, и вот такой случай, случай, значит, познакомился с одним человеком, ну, как, я молодой священник такой, все время в рясе я ходил раньше, сейчас, часто по гражданке, вот, а тогда все время в рясе, подряснике, вот, и люди все время спрашивали меня о том, о сём, пятом, десятом, и, ну, чаще вопросы были такие, бестолковые, а вот мало было толковых вопросов таких, знаете ли, умных, и вот, значит, а вот тот человек подошёл, и вот такие умные вопросы задаёт, мне было приятно, что так, не поверхностно, а верю, так вот, как бы, о спасении, и потом он сам себя сдал нечаянно, он из Писания процитировал там очень подробно, ну, близко к тексту, не сославшись на Библию, конечно, но я-то Библию раньше-то читал-то, раньше читал-то, и у меня сразу ёпнуло, наши люди Библию не читают, думают, что-то здесь не так, что-то здесь не так, и, короче, я, Григорий стал вычислять, я говорю, значит, Григорий, а вы христианин? Он говорит, да, христианин, я, короче, как Ленин на буржуазию на него, я, значит, конкретно, православный, он сдался сразу, короче, от моего Ильичовского взгляда, сдался, короче, говорит, нет, я, вот, христиан веры евангельской, пятидесятников, короче, если бы там не капот моего авто, я бы там угрохнулся бы, наверное, представьте, это даже не баптист, это познакомиться с первым протестантом и сразу с пятидесятником познакомиться, но он, так, с виду, приличный человек, значит, там, не похож, там, на то, что, там, о них, там, рассказывали в семинариях, что у них, там, хапуны, там, хапают, там, свет выключают, хапают друг друга, значит, там, вот, или в жертву приносить, приносить, как будто, ну, вроде, так, порядочный человек, отецкар, а нам говорили, что первых полгода процесс обратимый еще, я думаю, наверное, недавно, поэтому я могу сейчас, как бы, обратить его, вернуть его на путь истинный, как бы, да, туда-сюда, ну, и я, как бы, морду танком, как говорится, первый урок по сектоведению я запомнил сразу, я же, на пять с плюсом сдал, по сектоведению, кстати, я сдавал сектоведение, как, нас называли сектоведение сдавал, как маршистская и лев Nowadays все время сдавал, каким образом, главное, говори, говори, не переставай, раз запнулся, пол-бал или-бал сняли, вот, значит, главное, говори, и все, ну, это не мешки таскать, как бы, и все, главное, не останавливаться, вот, я сдавал таким образом, я понял по сектоведению, самое главное, что, что мы правильные, а все остальные, вообще никто, и зовут их никак вообще, и что, Вот. Надо всех ругать. А и первый урок по сектоведению это защита в нападении, нам говорили. Вот. По любому поводу. Знаешь, не знаешь их учения. Просто даже огляди внешнего человека и все. И как может там. Короче, и прочее. И вот. Ну я сразу на Гришу наехал. Кстати, он сейчас пресс-фитером в городе Сураж Брянской области трудится. Хороший брат, очень хороший брат. Вот. А я на него наехал тогда. Значит, говорю, какие же мы христиане. Типа не христи что-то там. Короче, я обозвал как-то. Креста не носите. А у него там рубашка нараспашку. Ну видно, что. Креста не носите. Матерь Божья не почитает. Это точно, я знаю. Святым не молитесь. Мощей у вас нет, говорю. Какой-то там Бенни с хином и все. Короче. Пусть Бенни прости меня. Я из лекции понял, что это два разных человека. Короче, все, что я знал, что я слышал, я все это выложил ему. А он, самое интересное, он вроде соглашается, вроде, ну да, как бы, да, да. Я, короче, пожалел его неопытность. Дал книжку, у меня такая толстая книжка, какая-то была, в фигурном переплете. «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». Я думаю, дал ему? Говорю, сам думаю так, примет Богородицу, все, наполовину наш уже. Дальше вопрос техники. И все. А он с таким почтением взял эту книгу, думаю, недалеко от него спасение, думаю. Раз он, ну, с таким прям уважением накинал, знаете, вот он видел, что для меня это очень ценно, святое. И пока я в такой эйфории был, а я еще, у меня тут же фантазии, тут же все, ну, художник же, знаете, я сразу, вот думаю, вот, ну, молодой, неопытно запутался, значит, в секте, думаю, вот сейчас вырвется, вернется в православие, такой грамотный человек, подучится в семинарии, хороший батюшка будет, он у меня сразу такие, знаете, а он из своих сектантских штанин достает свою подырную литературу. Короче, я-то ему дал.